19 ноября Наибольший из твоих даров Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. 1 послание Тимофею, 4 глава, 14 текст Точка зрения, что лишь немногие избранные христиане имеют дар Божий и потому могут быть успешнее других, совершенно неверна. Каждая рожденная свыше личность получает дар Святого Духа, который помогает принявшему этот дар использовать его для прославления Господа. Духовный дар не был принят через возложение рук, но когда исполненные духом старейшины возложили руки в молитве на Тимофея, один из них, обладавший даром пророчества, видимо, помог ему понять значение и суть его служения. Хотя Святой Дух не сходит на каждую личность при обращении, некоторые пасторы в настоящее время возлагают руки на человека лишь при крещении. Они молятся, чтобы принявшие крещение осознали, какими особыми дарами Духа они обладают. Важно, однако, помнить, что в случае нужды в каждом исполненном духом христианине могут проявиться все девять сверхъестественных даров, перечисленных в Первом Послании Коринфянам, 12 главе. Может быть, особым даром Тимофея был дар проповедования Евангелия. Этот дар в сочетании с любым из девяти сверхъестественных даров придавал огромную силу его проповеди. Но Павел беспокоился, чтобы Тимофей не пренебрегал своим даром, чтобы его служение сохранило свою силу. Недавно я слышал, как пастор церкви, которую каждый выходной день посещали 14 тысяч человек, жаловался на усталость. Когда он молился об этой ситуации, Господь помог ему увидеть, что он пренебрег своим даром совершать евангельское служение и посвящал большую часть времени административным вопросам и консультациям, в чем он не был одарен. Не пренебрегаем ли мы своим даром? Если да, то лишаем себя чувства огромного удовлетворения, ощущения полноты и силы, которые наполняют нашу душу, когда мы служим Богу его дарами. Если вы еще не поняли свой дар, Святой Дух может через вашего пастора или друзей христиан помочь вам сделать это замечательное открытие. Господи, прости меня за грех нерадений и помоги мне с радостью видеть, как возрастает и расцветает во мне твой особый дар. Глава двенадцатая С юности помни Творца, пока еще не настали злые дни и годы, о которых скажешь «не хочу их», когда потемнеют солнце и свет, и луна, и звезды, и едва пройдет дождь, как снова надвинутся тучи. Когда стражники станут трястись, и сильные скрючатся, и те, что мелят, не смогут молоть, слишком мало их будет, а те, что глядят в окна, уже ничего не увидят. Закроются двери на улицу, и стихнет звук жерновов. Будешь просыпаться от первого же крика птицы, и все поющие смолкнут. Устрашишься высот, а на дороге ужасы. Зацветет миндаль, отяжелеет кузнечик, и осыплется каперс. Человек уходит в свой вечный дом, и плакальщицы по улице кружатся. Пока еще не порвался серебряный шнур, и не раскололась золотая чаша, и не разбился кувшину источника, и не обрушилось колесо над колодцем, и прах станет пылью земною, которую был, дух же вернется к Богу, который его дал. Пустая чета, — сказал проповедник, — все пустое. Проповедник был мудр и учил народ. Он обдумал, изучил и собрал множество речений. Искал проповедник меткие слова, и слова истинные записал он верно. Речи мудрых это стрекало, и собранные пословицы, как колышки, вбитые одним пастухом. И остерегись, сын мой, составлять множество книг. Конца не будет, а непомерные усилия тебя утомят. Выслушаем заключение. Бойся Бога, и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек. Всякое дело приведет Бог на суд, все сокрытое и доброе и злое. Конец книги Экклесиаста Приступим к разбору. Памятный текст на этой неделе был записан в Матфея 25-40. Сказано, и царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, «Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Это слова Иисуса Христа, и Он называет одних людей братьями меньшими, моими меньшими. Вопрос такой, почему Христос называет одних людей меньшими, чем другие? Неужели Он, вроде как я вижу, как я читаю Библию, видишь, что Он создавал землю, создавал людей как бы равными? Что Он имеет в виду? В чем Он говорит? Ну, здесь слово «меньший» вообще в Библии, оно имеет массу разных оттенков, и когда мы читаем вот именно этот отрывок из Евангелия от Матфея, то когда я слышу из уст, в данном случае, Сына Человеческого Иисуса, братьев моих меньших, то, естественно, здесь не надо думать, как мы часто размышляем о животных. Да, это братья наши меньшие. Здесь немножко другое имеет смысл. Вот мне сразу же пришел на память такой интересный текст из Бытие 44.26. Вот, давай его вместе зачитаем. Мы сказали, нельзя нам идти, а если будет с нами меньше брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего. Это у нас речь идет о том, как братья пришли к Иосифу, так кого они там имеют в виду меньшего? Вениамина. Это Вениамин. Вот, и Вениамин, он у Якова единственный сын, оставшийся, как они понимают, от Рахили. И, естественно, что они пытаются сделать сейчас? Уже увидев масштаб горя отца, после того, как они избавились от Иосифа, они, ну, как же получилось, они его, как говорится, в конце концов продали измаилетянам, вот, и, типа, сделали вид, что он умер. Но, конечно же, они не могли себе представить ту реакцию Якова на это все. Когда они это все увидели и поняли, что они наделали, то, естественно, теперь Вениамин у них самый такой, что ли, они все его пытаются защищать теперь. Они все его пытаются защищать. То есть, меньший в данном случае, вот, и именно, опять же, в контексте, в контексте Матфея 25 главы, это вот это и вот, значит, момента, где речь идет об овцах и козлах, то вот здесь идет речь как раз о, я пытаюсь подобрать хорошее русское СО, можно сказать, не самых незащищенных людях, то есть, не имеется в виду низких по статусу, но самых незащищенных. И дело в том, что вот в Торе очень четко показывается, о ком нужно заботиться. Вот давай посмотрим, например, второзаконие 15 глава. Вот что у нас сказано, значит, написано, вот, ну, можно взять такое, значит, старозаконие 15 глава 7 по 11 текст. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, который Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твоя беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения, и чтоб от того глаз твой не сделался ни милости к нищему брату твоему, и ты не сказал ему, ибо он возопьет на тебя к Господу и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, потому я и повелеваю тебе, отверзая руку твою, брату своему, бедному, твоему и нищему твоему, на земле твоей. О, то есть мы видим, вот здесь у нас, опять же, те, кто нуждаются в защите. Это обедневшие в данном случае, мало ли какая может быть проблема. Может, заболел, не смог посеять, может быть, урожай погиб, может быть, или что-то еще какое-то. И вот Тора, она очень конкретно предусматривает целый ряд мер, как люди должны помогать тем, кто находится вот в таком вот незащищенном состоянии. Вот написано, и те, кто помогают им, они благословляются. Наоборот же, кто не помогает и отказывается помогать, тот получает проклятие. О чем говорит нам притча, 28 глава, 27 текст. «Дающий нищему не обетнеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятие». О, то есть, вот об этом речь идет, когда мы говорим, «Ибо я был наг, и вы одели меня, я был голоден, вы накормили меня». То есть, то, что Иисус говорит здесь, по какому принципу он будет разделять между так называемыми овцами и козлами, вот, насколько мы способны делать добродетель. Вот, фактически, вот этот отрывочек, начинающийся с Евангелия от Матфея, ты зачитал стих, а вообще, непосредственно, это 25 глава, если мы посмотрим, отрывочек с 31 текста, он является объяснением притчи о талантах. Фактически, таланты, там, кому дал пять, кому два, кому один, вот это капитал добродетели. То есть, это такие, вот, что называется, христовые деньги, они, как бы, ну, не выглядят, как человеческие богатства. Почему? Потому что у Христа свои богатства. Вот, что он говорит на этот счет. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник, для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет чистое, светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? О! Вот тут интересно, мы видим здесь сокровища небесные. Иисус предлагает аккумулировать. Вот эти сокровища небесные, что, чтобы их понять, что это такое, и почему я эти параллели с Матфеем 25 привожу, тут нужно разобраться вот в этих двух фразах, такие чисто еврейские выражения. Светильник для тела есть око, око твое чисто, все тело светло. Дело в том, что на еврике, когда говорится о жадном человеке, то имеется в виду, говорят так, человек с плохим глазом, злой глаз. Злой глаз – это человек жадный. То есть здесь вот этот отрывочек, он написан таким вот, что называется, параллелизмом. Когда в Матфеем 25 главе хозяин даёт своим рабам вот эти вот таланты, талант – это мера веса денег, он же их не даёт из золота, он их даёт из небесного сокровищницы, он выделяет, да? То есть когда он выделил из небесной сокровищницы, вот что это такое? Это вот как раз наша способность накормить голодного, одеть наголо, то есть вот на это всё у нас выделяется из небесной сокровищницы. вот, и то, как мы расходуем эти деньги, как мы, да? То есть Иисус даже говорит о том, что если мы из этой сокровищницы, полученные деньги нами, деньги в кавычках, инвестируем, да? То есть отдаём, да? Кормим на год, делаем добродетель, то мы их фактически инвестируем, они нам обратно возвращаются. То есть механизмы вот эти вот финансовые небесные, они работают совершенно отлично от земных финансовых механизмов. И вот поэтому здесь именно говорится вот в Евангелии от Матфея, когда объясняется, да? Вот у тебя столько талантов, почему не принёс этот талант с прибылью, почему ты не просто плохой бизнесмен, а тебя ещё надо выкинуть во тьму внешнюю за то, что ты это не делаешь, а потому что ты не делаешь того, чего от тебя Бог ожидает. Ты не делаешь дела добродетели, помогая тем, кто не защищён в этом мире. Хотелось бы привести два текста, которые я не понимаю, наверное, многие зрители тоже. Вот записаны во Второзаконии 15 главе. Четвёртый текст и одиннадцатый. Четвёртый текст утверждает, «Разве только не будет у тебя нищего, ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь Бог твой даёт тебе в удел, чтобы ты взял её в наследство». Но вот уже через несколько текстов, вот в одиннадцатом написано, «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, потому я и повелеваю тебе, отверзая руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». Как согласовать эти два текста? Какая здесь проблема? Потому что первый текст утверждает, что не будет у тебя нищего, а одиннадцатый текст говорит, что «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей». Ну, здесь интересные два момента, потому что написано так. Значит, в чём суть вопроса? Суть вопроса в том, что пятнадцатая глава книги «Второзаконие» вводит очень интересную такую меру, которая, ну, сегодня вообще считается из ряда вон выходящей. Если эта мера будет введена, то все банки обанкротятся. В условиях капитализма, будем так говорить, вот то, что здесь написано в Библии, это приведёт к банкротству банка, потому что если банк выдаст ипотеку на тридцать лет тебе, а ты через семь лет возьмёшь эту ипотеку, прекратишь платить, то придёт после тебя кто-то следующий, банк скажет, извините, вот был такой тут брат Александр, он не вернул нам, и у нас не есть чего тебе давать. Вот, поэтому, но у Бога немножко тоже здесь это такой интересный происходит, такой идеалистический момент, да, что всякий взаимодавец должен дать взаимы ближнему, но при этом простить этот долг. Вот, в чём здесь дело? Дело вот в чём. Тут нужно вообще взять основу вот этой вот системы взаимствований, значит, поэтому, когда мы говорим об этой системе, то в первую очередь нужно увидеть начало этой, значит, системы, и вот где у нас она находится. Это у нас книга Исход, 22 глава. Если дашь деньги взаимы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. Если возьмёшь в залог одежду ближнего твоего до захождения солнца, возврати её, ибо она есть единственный покров у него, она одеяние тела его. В чём будет он спать? Итак, когда он возопьёт ко мне, я услышу его, ибо я милосерд. Ну, допустим, вот сегодня, да, я буквально вчера летел в самолёте и решил посмотреть фильм про компанию, вот ты помнишь, такие смартфоны были, BlackBerry, вот, называлась компания Research in Motion, и там, значит, один такой какой-то крутой бизнесовый мужичок такой, вот, который он решил стать их компаньоном и стать директором этой компании, но он обнаружил, что эти ребята, которые были прекрасные электронщики, их все обманывали, и они в долгах, как в шелках, и уже зарплату своим работникам платить не могут, и вот он берёт свой дом, который у него выкуплен, и закладывает его на, ну, типа, в банк, берёт оттуда деньги, чтобы эту компанию как-то вытащить из долговой ямы и профинансировать её, то есть, вот это вот, извините, дом, но это уже хоть какой-то залог, а, ну, понятно, что не вот это, а талит, допустим, что такое талит, я сегодня куплю талит, ну, самый такой классный, шестяной талит, я куплю в Нью-Йорке в магазине Эйхлера, ну, наверное, долларов за 150, будет уже самый такой суперовый, ну, можно, конечно, какой-то такой сувенирный талит, взять красивый, расписной, ну, долларов за 250, это залогом послужит, ну, не послужит, я понимаю, вы хотите сказать о разных денежных массах мы говорим, правильно? Ну, да, то есть, этот, этот речь идёт о совершенно бедном человеке, у которого талит, слой, это соп, всё, больше у него ничего нет, вот, естественно, в каких размерах он берёт долги, чтобы пропитаться, ему нужно на пропитании, и вот второзаконие, 15 глава, она связана с исходом 22 глава, и вот эта мысль, которая есть, она продолжается, если в книге исход 22 глава, у нас речь идёт о том, что, значит, не налогай роста, то есть, на такие долги даже проценты не бери, бедному, то есть, и на местах, бизнес это бизнес, а простой человек, когда приходит с голоду, умирает, ты же не вот, не вздумай, залога брать, у него кроме вот этого талита, верхней одежды, ничего нет, и ты таким, дай без процента, так вот, дальше что, и вот, когда придёт седьмой год, если он тебе не доплатил с того, что ты, вот, что сегодня его, значит, ты у него взял, вот, если он свой, да, не иноземец, то ты, как говорится, значит, оставь ему, то есть, спеши ему этот долг, то есть, вот это вот отношение к нищему, вот здесь я бы так сказал, значит, для чего это нужно, вот тут написано, значит, в четвёртом стихе, вот если в оригинале, вот я не знаю, как они переводят, ещё раз гляну, тут такая хитрая, такой частица используется, написано, разве только не будет у тебя нищего, ибо благословит, вот это вот разве только, это разве только, вот я сейчас гляну на иврите, как это говорится, на иврите написано эфэски, вот это слово эфэс, это сегодня на иврите это ноль, то есть, как бы, не то, что у тебя не будет нищего, тут, значит, с брата твоего спрости, чтобы предотвратить, чтобы он обнищал окончательно, то есть, иными словами, вот эти вот, то, что у тебя написано, ты прощай долг, чтобы он же совершенно не превратился, вот, как, что называется, по миру не пошёл, как бомбомж, а вот дальше вот первая часть вот этой вот главы говорит два момента таких, первое, он говорит, если вот это свой, то ему такое благо, то есть, он может быть прощён, и, то есть, долго этот, может быть, седьмой год, как говорится, прощён, списан, вот, как бы, вот таким образом, чтобы люди не совсем вот такого, люди, такого вот плана, да, может быть, человек со здоровьем, постоянные проблемы, он не может заработать, то есть, вот такие называемые, незащищённые, будем так говорить, слои населения, чтобы предотвратить, что они будут совсем голодать, то есть, ты должен это делать, ради предотвращения, вот такого нищеты, вот, ну, естественно, здесь говорится, вот, в этой части о том, что, ну, если иноземец, то с него можешь продолжать брать, почему? Как бы, это определённый такой стимул для тех, кто из язычников проживает в Израиле, то есть, если он решит принять истину, обратиться, то есть, его тоже спишут, этот долг, то есть, он получит это благословение, вот, но, что дальше написано? Вот там, если будем читать, дальше говорится, пятый и шестой тексты, это в законе 15. Если только будешь слушать гласа Господа Бога твоего и стараться исполнять все заповеди сей, которые я сегодня заповедую тебе, ибо Господь Бог твой благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаимы многим народам, и сам не будешь брать взаимы, и господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Вот, то есть, здесь, как бы, вот, интересный такой момент, да, что Бог говорит, если вы будете так жить, если вы в седьмой год будете просписывать долги вашим беднякам, которые вас одалживают на пропитание, то вы будете иметь такое экономическое процветание, что можете, будете другим народам одалживать, а вы, как государство, будете жить хорошо. И вот дальше вот начинается интересный такой поворот, потому что это такой довольно сложный, риторическая структура у этого закона о нищих. И вот у нас написано с седьмого по девятый, по десятый текст. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилища твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твоя беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения, и чтобы оттого глаз твой не сделался ни милости к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возобьет на тебя к Господу и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скрабеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Вот. И вот дальше текст, который ты задаешь, ибо нищие будут... Ибо нищие всегда будут среди земли твоей. Вот. То есть, в чем суть? Вот эта первая фраза говорит, это чтобы предотвратить, ну, будем так говорить, гуманитарную катастрофу сегодня в современном языке. То есть, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, ты, пожалуйста, кто имеет средства, если у тебя одалживают люди на пропитание, ты с них на седьмой год уже не можешь взыскивать. Так? Это общий принцип. Дальше говорится, я тебя благословлю. Дальше говорится такое, если у тебя будет нищий, что значит, если у тебя будет нищий? То есть, всегда у людей будут появляться какие-то обстоятельства, при которых они будут приходить и просить взаймы. То есть, Бог не забирает ситуации, при которых все вот тут будут такие богатенькие, все хорошо, у всех все есть. То есть, Бог не создает здесь, в Израиле, такое вот консюмеристское, такое потребительское общество, вот, которое, например, существует сегодня, вот, даже в Америке, вот, потому что сегодня в основном экономика работает, главное, чтобы потребитель потреблял, и все хорошо, и вот на потреблении все. Здесь такого еще не существовало, здесь народ живет, Бог благословляет, Бог говорит, я тебя буду благословлять, если когда к тебе придет кто-то попросить денег, ты ему дашь денег, чтобы он мог пропитаться, то есть, не на бизнес, а именно на пропитание, и ты потом в седьмой год не будешь с этого взыскать, я буду благословлять, потому что, естественно, если ты взыщешь, то куда, он пойдет вообще, ему уже все, выхода нет, заберешь верхнюю одежду, вот, это будет уже полностью такая ситуация, безвыходная, чтобы предотвратить эту ситуацию, вот этот закон введен, и я вас буду благословлять, и дальше написано, если будет у тебя нищий, то есть, в том плане, что случаи обнищания будут постоянно, и я, Бог говорит, допускаю эти случаи обнищания, чтобы ты тренировал свой глаз, мы говорили на предыдущем вопросе, что вот око свет, вот здесь у нас корень этого выражения, да, написано, чтобы глаз твой не сделал всеми милости, то есть, Бог хочет, я буду тренировать вашу щедрость, я буду тренировать вашу владетель, поэтому всегда будут, тут не сколько нищие всегда будут, а случаи обнищания будут, то есть, обнищал, да, какая-то катастрофа в жизни случилась, он пришел к тебе, ты ему дал, чтобы он не был нищим, то есть, поэтому здесь нет противоречия, но здесь вот это вот постоянное добродетель, постоянное добродетель, то есть, другими словами, нищие в народе Божьем, это благословение от Бога, я правильно понимаю, другими словами, да? Для богатого человека возможность и такой вот шанс помочь нищему, это источник его благословения, то есть, другими словами, поэтому Бог всегда будет создавать обстоятельства, когда он будет находиться в ситуации, когда кто-то будет попадать в беду, а кто-то будет выручать. Хорошо, как попасть в категорию тех людей, с которыми произойдет встреча Иисуса, как произошла с женщиной, страдавшей кровотечением, либо Артемеем, либо расслабленным у ворот Бефезды? Почему именно эти люди? Ведь сегодня много людей также больных, немощных, которые нуждаются в милосердии, и они хотели бы быть на месте этих людей, как стать таким человеком? Это очень важный вопрос, потому что сегодня есть направление в христианстве, которое подчеркивает исключительно вот такие вот моменты, то есть вот Иисус исцелил, Иисус хочет, чтобы мы все были исцелены, а если ты больной, если ты страдаешь, значит, это ты в этом виноват, у тебя веры недостаточно, но вот такой взгляд на Евангелие, он очень однобокий, и своего рода, значит, он такой вот как бы односторонний, вообще сегодня в Америке христианство делится, существуют две противоположные теории христианства, такие вот неправильные, первое, это Евангелие процветания, и вот когда мы говорим о Евангелии процветания, это в основном церкви богатые на американском юге, они все белые, там все, как говорится, бизнесмены, там очень часто пастор имеет право на себя на какой-нибудь бизнес-джет попросить на самолет, вот, ему еще миллиончиков 15 соберут, вот, это те, как вот они учат, да, вот, ты верующий, тебя Бог благословил, вот, а есть прямо противоположная школа христианства, она более такая социалистическая школа, в основном в эту церковь ходят чернокожие американцы, там больше говорится о справедливости, о том, что Бог защищает незащищенных, и так далее, и так далее, вот, здесь баланс в чем, я больше склонен к тому, что как раз если мы читаем Тору, то, вот, то, что мы разобрали, значит, пятнадцатая глава книги Второзакония, это основа, на которой, как говорится, написано Евангелие, если мы говорим о социальном Евангелии, о социальном служении, то есть, двадцать пятая глава Матфея, ибо я был наг, и ты на краю, то есть, будут всегда те, которых нужна человеческая помощь, а не вдруг, значит, внезапно он стал верующим и из нищего превратился в миллиардера, вот, таких случаев нам написано, вот, ну, может быть, и бывают, но в основном написано, вот, тот вопрос, который ты задал, нищие будут всегда среди нас, вот, для чего? Для того, чтобы мы могли проявлять милосердие, вот, что же касается случаев, которые описаны, да, изгнание бесов, исцеление слепого, исцеление женщины, страдающей кровотечением, расслабленной в купальне Вефезда, когда Иисус проявляет опять же свою сверхъестественную божественную силу, даже воскрешая Лазаря, ну, всего одного Лазаря воскресил, всего одного, то есть, их немного, потому что цель Иисуса не воскресить всех мертвых при первом пришествии своем, цель Иисуса при первом пришествии не исцелить всех больных, цель Иисуса не изгнать всех бесов, все это происходит при втором пришествии, и абсолютно со всеми верующими, именно тогда, да, вот, значит, когда поют песня такая есть христианская, «Хвала тебе наш Господь, хвала тебе Бог Святой, и тогда бедный скажет, я богат». Но это может быть только когда придет уже в царстве на эту землю. Да, но ведь сейчас люди тоже, мы надеемся, молятся и ожидают, что кому-то придет выздоровление, кому-то придет, не знаю, исправление его сложностей там на работе и так далее. Это те же самые небольшие случаи, те же самые прописанные в Библии, когда Иисус встречался с людьми, и ведь и каждый хочет, чтобы эта встреча такая произошла у человека. Какими критериями пользуется Бог, в выборе этих людей, что вот именно, например, я хочу быть образом духовным Артемием, чтобы духовное прозрение прошло в моей жизни, я начал видеть те вопросы, которые я не понимал раньше. Ну, здесь, наверное, не надо мыслить духовный в Артемии, тут уже слишком мы олигаризируем, но когда Иисус кого-то исцеляет, Он это исцеляет для того, чтобы из этого исцеления был определенный конкретный пророческий урок, а не потому, что вот этому человеку повезло, или он этого человека вдруг почему-то вот решил выбрать, от того, этого слепого Он выбрал, от того слепого Он не выбрал. Вот именно, да. Нет, Иисус таким образом не действует. Есть еще миллионы слепых, которых Иисус не вернул зрения. Да, то есть, потому что Он не пришел для этого. Он придет для этого, но пришел Он совершенно для другого. Он пришел для того, чтобы победить сатану, Он пришел для того, чтобы омыть наши грехи своей кровью. Он пришел для того, чтобы избавить нас от нашей моральной греховности, а при втором пришествии Он придет для того, чтобы уже полностью изменить и наше тело, и все наши страдания. Поэтому после того, как мы веровали, нам Иисус не обещает, что мы прекратим страдать, что нам во всем будет сразу же все вести, и что мы не будем болеть. Этого нам не обещано. Но нам обещан путь, по которому, вот, и каждое, каждое чудо Иисуса, это иллюстрация Его учения, а не просто, вот, я тебя выбрал, я тебе дал. То есть, вот это нужно понимать, когда мы читаем Евангелие. Именно поэтому, вот, вот, точно так же, да, написано, ты должен простить долг этому бедному, который у тебя взял его, чтобы он совсем не был нищим. Но у тебя будут постоянно такие случаи, к тебе будут постоянно обращаться, поэтому тренируй свой глаз. Поэтому, как бы, вот здесь, почему одних исцеляет? Если Бог кого-то исцелил, у него есть, я знаю многих людей, которых Бог исцелил, и эти люди задают вопрос, а для чего ты меня, Господь, исцелил? Почему? Потому что люди верующие истинно, которые получили это исцеление, предположим, они прекрасно понимают, что Бог для чего ты это сделал, для цели этой жизни, потому что того Он не исцелил, а меня исцелил. Для чего, Господи? Используй меня. А другой человек верующий, который не исцелен, он начинает понимать, а для чего ты меня используешь в немощи, Господи? Да? Есть разные ситуации, даже во времена пророков. Он дал пророку Осии жену блудницу, что хочешь, то делай, для того, чтобы совершить через это служение. Осия страдал, а у Языкиля жена умерла. которую он любил. А почему он это сделал? А потому что вот я хочу через тебя таким образом показать, благодаря тому, что у Языкиля умерла жена, и благодаря всему труду, который совершил Языкиль, Израиль избавился от идолопоклонства. То есть, в страданиях человека было совершено служение. А кому-то, а через кого-то Бог кому-то дал те миллионы долларов, чтобы вот он пошел и тому помог, и тому помог, и тому помог. То есть, в этой жизни Бог каждому из нас дает определенный путь для того, чтобы мы этим путем служили. Хорошо, если напоследок последний вопрос. Если Бог знает, Он знает нас, Он дает нам и посылает нашей жизни определенные обстоятельства или исцеления, потому что Он знает, что мы дальше пойдем тем путем, который может быть правильный, как Он понимает. Так вот, как нам, грешным людям, которые не видят ничего дальше, чем сегодняшний день, как нам не ошибиться с выбором, кому проявлять милосердие, весь урок о милосердии, как нам понять, действительно, этому человеку стоит помочь, а этому нет? Или нужно помогать всем? Это непростой вопрос, и поэтому здесь, например, мы смотрим, и вот я как пастор уже практически всегда даю совет такой. Мы должны помогать людям, если мы говорим о помощи такой, то мы должны помогать людям как церковь, а не каждый индивидуально. Допустим, один человек на каких-то своих чувствах раз, пошел, заработал лишние какие-то, Бог его благословил, взял тысячу долларов, пошел, раздал первым попавшимся, кто стоит на углах. они пошли наркоту себе купили, курят, вот. Такое не нужно Богу. Но если в церкви существует отдел Тавифы, если в церкви существуют люди, которые этим занимаются, то уже тогда, как тело Христово, с молитвой мы можем определить, ага, вот эта многодетная семья, которую сейчас отец оставил, и у них ничего нет, а вот это беженцы от войны, их нужно помочь. А вот это наркоман, которому деньги не надо давать, и пока этот наркоман не скажет, хочу избавиться, отправьте меня в центр реабилитации наркологической, не надо ему давать каждый день бутерброд, потому что каждый день он будет думать, что опять ему дали бутерброд, и он может пойти после этого напросить деньги и накуриться у колодца. Поэтому здесь Бог дает мудрость через церковь, и у каждого, и тому, кому Бог дал духовный дар именно вспоможение, вот, при множестве советников, как бы, если есть общие средства, которые в церкви собираются на отдел тавифы, на отдел благотворительности, вот, на адру, на другие вещи, то есть, чтобы это решалось не каким-то порывом чувств, а каким-то систематическим служением. Спасибо большое за ваши ответы, предлагаю вам помолиться. Всемогущий Господь, благослови Господи нас, это не просто, чтобы мы в добродетели могли проявлять рассудительность, помоги нам быть при этом добродетельными через те духовные дары, которые ты даешь нам, чтобы правильно и наша добродетельность проявлялась во славу Твою, нашего Господа и Спасителя, Иисуса Аминь. Аминь. Глава 52 Реформация Несмотря на все гонения святых, живые свидетели правды Божьей находились повсюду. Ангелы Господни исполняли порученное им дело. В самых темных уголках земли они искали, находили и выводили из мрака людей, имевших искреннее сердце. Все они погрязли в заблуждениях, однако Бог призвал их, как Савла, быть его избранными сосудами для возвещения истины и возвышать свои голоса против грехов так называемой Церкви Божьей. Ангелы Божьи воздействовали на сердца Мартина Лютера, Меланхтона и других христиан, живших в разных местах, и пробудили в них жажду живого свидетельства Слова Божьего. Враг пришел как воды потопа, и против него надо было поднять знамя борьбы. Лютер был избран, чтобы грудью встать против бури, чтобы отражать злобные атаки падшей церкви и укреплять тех немногих, кто остался верен своему святому исповеданию. Лютер всегда боялся оскорбить Бога. Он старался делами добиться его благоволения, но не находил покоя до тех пор, пока луч небесного света не озарил его помраченный разум и не открыл ему, что уповать надо не на дела, а на заслуги крови Христовой, дабы прийти к Богу не через пап или исповедников, но через единого Иисуса Христа. О, как дорог был Лютеру этот новый и славный свет, озаривший его помраченный рассудок и избавивший его от суеверий. Он ценил его больше всех земных сокровищ. Он по-новому взглянул на Слово Божье, и все изменилось. Книга, которой он страшился, ибо не понимал ее красоты, стала для него жизнью, вечной жизнью. Она была его радостью, утешением и благословенным учителем. Ничто не могло заставить Лютера отказаться от ее исследования. Он боялся смерти, но когда начал читать Слово Божье, все его страхи улетучились. Он любил Бога и восхищался его характером. Лютер исследовал Библию сначала для себя и в одиночестве насыщался ее богатейшей премудростью. Затем он стал исследовать ее для церкви. Ему были отвратительны грехи тех, кому он доверял свое спасение. И когда он увидел, что многие люди окутаны той же тьмой, которая окружала его, то возжаждал найти способ указать им на Агнца Божьего, который один только берет на себя грех мира. Возвысив голос против заблуждений и грехов папской церкви, Лютер искренне стремился разбить оковы тьмы, державшие в плену тысячи людей и побуждавшие их искать спасение в делах. Ему не терпелось поскорее открыть им истинные богатства благодати Божьей и превосходства спасения, обретаемого через Иисуса Христа. В силе Святого Духа Лютер обличал грехи вождей церкви, столкнувшись с бурным сопротивлением священников, он не поколебался, ибо крепко опирался на сильную руку Бога и твердо верил, что он дарует ему победу. Чем упорнее сражался Мартин Лютер, тем сильнее возгоралась против него ярость священников. Они ничего не хотели менять и предпочитали жить в праздности, лжи и мерзких похотях и желали, чтобы церковь по-прежнему оставалась во тьме. Я видела, что Лютер всегда оставался пылким и ревностным, бесстрашным и смелым, обличая грех и отстаивая истину. Он не боялся ни беззаконников, ни бесов, ибо знал, что тот, который с ним, сильнее их всех. Лютер отличался рвением, мужеством и решительностью, что иногда приводило к крайностям. Поэтому Бог воздвиг в помощь Лютеру в деле реформации меланхтона, у которого был совершенно другой характер. Меланхтон был робок, осторожен, боязлив и чрезвычайно терпелив. Бог очень любил его. Меланхтон прекрасно знал Писание и обладал острым умом и здравым суждением. Он любил дело Божье не меньше Лютера. Господь связал воедино сердца этих двух мужей. Они были неразлучными друзьями. Лютер всегда помогал меланхтону преодолеть медлительность и страх. А меланхтон в свою очередь удерживал Лютера от слишком поспешных шагов. Предусмотрительность и осторожность меланхтона часто предотвращала беды, которые могли бы обрушиться на дело Божье, если бы оно было доверено одному Лютеру. И в то же время работа остановилась бы, если бы ее исполнение было поручено одному меланхтону. Мне было показано, как мудро поступил Бог, избрав именно этих двух мужей для дела реформации. Затем я была перенесена во дни апостолов и увидела, что Бог избрал мягкого, терпеливого Иоанна в спутнике пылкому, ревностному Петру. Иногда Петр действовал слишком импульсивно, и тогда любимый ученик Христа вовремя останавливал его. Однако это не меняло характера Петра. Но после того, как Петр отрекся от Господа, покаялся и обратился, Иоанну достаточно было мягко остеречь его, чтобы укротить его неуемную энергию. Дело Христа часто страдало бы, если бы было доверено одному Иоанну. Ему необходимо было рвение Петра. Его энергия и смелость часто спасали апостолов в затруднительных ситуациях и закрывали уста врагам. Иоанн был обаятелен. Он приобрел для Христа многие души своим терпением, великодушием и глубокой преданностью Господу. Бог воздвиг мужей, обличавших пороки папской церкви и двигавших вперед дело реформации. Сатана старался погубить этих живых свидетелей, но Господь ограждал их со всех сторон. Некоторым было позволено во славу Его Святого имени запечатлеть своей кровью то свидетельство, которое они несли. Но были и другие сильные мужи, подобные Лютеру и Меланхтону, которые лучше всего могли прославить Бога своей жизнью и разоблачением грехов священников, пап и царей, трепетавших перед голосом Лютера и его соратников. Благодаря этим избранным мужам лучи света начали рассеивать тьму и многие христиане с радостью приняли свет и ходили в нем. И когда одного свидетеля убивали, двое или трое вставали на его место. Сатану, безусловно, не удовлетворяло такое положение дел. Он имел власть только над телом людей, но не мог заставить христиан отказаться от их веры и упования. Даже в смерти они оставались победителями, имея славную надежду получить бессмертие при воскресении праведных. Они обладали нечеловеческой энергией, не позволяли себе даже на мгновение сомкнуть глаза, но всегда были припоясаны христианским оружием, готовые к борьбе не просто с духовными врагами, но и с дьяволом, принявшим образ людей, которые постоянно кричали «Отрекитесь от своей веры или умрите!» Эти немногочисленные христиане были сильны в Боге и драгоценнее в Его очах, чем половина мира, носившая имя Христа, но предавшая Его дело. Пока церковь подвергалась гонениям, ее члены пребывали в единстве и любви. Они были сильны в Боге. Грешникам не оставалось места в церкви. Только те, кто были готовы оставить все ради Христа, могли стать Его учениками. Эти люди стремились жить в бедности и смирении по примеру Христа. В 7 веке Айона была хорошо оборудованным университетом. Это оказало огромное влияние как здесь, на британских островах, так и за их пределами. Англии, как страны тогда еще не существовало. Она была разделена на разные регионы или области. И местный король, король Освальд из Нортумбрии, отправил Ионе послание с просьбой прислать сюда миссионера. Айдан, который проходил обучение в Ионе, был отправлен сюда, и когда он прибыл, он попросил короля, может ли он открыть свою школу обучения здесь, на острове Линдисфорн. Линдисфорн находится в 235 милях от Ионы, что если идти пешком, займет больше недели. Он также известен как Святой Остров, хотя и не полностью изолирован от материка. Это приливный остров, примерно 1000 акров, 3 мили в длину и 1,5 мили в ширину. И дважды в день, когда наступает прилив, остров изолирован. В уединении и изоляции на острове есть что-то такое, что казалось ценили эти ранее миссионеры. Место, где можно отойти в сторону, отдохнуть, позаниматься и подготовиться к служению на миссии. У Айдена был уравновешенный характер. Он был силен в религиозном рвении. Он был очень трудолюбив, и говорили, что он никогда не сидел сложа руки. В нем было то живое пламя, которое так сильно горело во многих миссионерах, посланных Патриком и Колумбой. Он глубоко заботился о бедных и потратил большую часть своей жизни на то, чтобы выкупить рабов. Видишь ли, у него была очень практичная вера. Он сделал для Англии то, что Колумба сделал для Шотландии. При создании здесь учебного центра, поля использовались для предоставления работы для поддержки студентов. Они также создали другие учебные центры в таких местах, как Мелроуз и Уитби. Айдена сменил финан, и он основал учебный центр в Тилберри в Эссиксе и сыграл важную роль в евангелизации центральной Англии. Финана сменил Колман, и за 30 лет эти трое мужчин проделали огромную работу здесь, в Англии, и язычество было смятено и заменено религией Нового Завета. Эти великие люди были не монахами, как мы понимаем сегодня, а миссионерами, поддерживавшими веру, которой они научились на Ионе. На странице 127 в Триумфальной Правде говорится, не будет преувеличением сказать, что за исключением Кента и Сосекса, вся английская раса получила основы своей веры от кельтских миссионеров. Видишь ли, за 30 лет эти люди принесли Евангелие в Англию, и почти три четверти было завоевано их миссионерской работой. Они сделали это в эпоху, когда у них не было ни интернета, ни телевидения, ни современных форм общения, которые есть у населения. Сегодня Бог поместил нас в разных частях этой страны, в разных частях света. И Он дал нам свое слово, Он дал нам послание, что Он хочет, чтобы его донесли до каждой нации, языка и народа. Пусть мы будем верны в наших поместных церквях и в общинах, в которых расположены наши церкви, чтобы мы приняли послание и поделились им с теми, кто еще не слышал, что Иисус может скоро прийти. Иисус Зачем, мой Господь, Ты оставил всех ангелов в небе? Зачем, мой Господь, Ты оставил родного Отца? И славу оставив всю, родился Ты в смертном теле. Зачем за сего творенья обнищать? На небе Тебе славу димы, где ангелы пели. Ты был там согрет бесконечной любовью Отца. Зачем Ты оставил свой, любимый небесный город? Зачем Ты прийти на землю пожила? Ты видел с небес, как я жил бесполезно, греховно. Достоин того, что быть брошенным в огненный ад. И Ты тихо в мир сошел, и вместо меня покорно Был мучим, гоним, оплеван и распят. Для меня сошел Ты с небес, за меня был поднят на крест. Чтобы грех снят, боль мою нять, чтобы мне удел с собою в небе дать. За что же меня, мой Господь, бесконечно Ты любишь? Ведь я не достоин поднять даже к небу глаза. На миг замолкает все, глаза заливают слезы. Ведь я Тебе столько боли причинял. Хочу Тебя славить, Господь мой, за дар Твой бесценный. Хоть слав я и ничь, и не знаю, где взять нужных слов. Пусть будут слова просты, но искренние от сердца. Ведь Ты для меня так дорог, мой Господь. Для меня сошел Ты с небес, за меня был поднят на крест. Чтобы грех снят, боль мою нять, чтобы мне удел с собою в небе дать. Для меня сошел Ты с небес, за меня был поднят на крест. Чтобы грех снят, боль мою нять, чтобы мне удел с собою в небе дать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok